27 декабря в отделе ГИБДД города Лобня состоялся круглый стол по проблеме обеспечения безопасности детей в дни школьных каникул. На него были приглашены заместители по безопасности общеобразовательных школ. Подробности в нашем репортаже. Заседание круглого стола вёл начальник ОГИБДД по городскому округу Лобня, подполковник полиции Владимир Клименко. Он отметил, что за последние шесть лет наблюдается снижение количества дорожных аварий на территории нашего города с участием несовершеннолетних. У нас за последнее время, как мы проанализировали последние шесть лет, идет снижение аварийности дорожно-транспортных происшествий в нашем городе. Особенно то, что касается непосредственно с детьми. Я, как всегда, боюсь сглазить, потому что, сами вы прекрасно знаете, дети, они не взрослые. То есть, все они где-то берут примеры с нас, со старших. То есть, участники дорожного движения, как бы там ни было, я имею в виду, автомобилистов, то есть, они тоже участвуют в дорожном движении. Многие идут или управляют транспортными средствами с нарушениями. Но, учитывая последнюю тандыцию, статистика показывает, что все-таки у нас есть и снижение. Наиболее распространенными видами ДТП с участием детей являются наезды на пешеходов. Причем, в каждой пятой аварии дети находились непосредственно на пешеходных переходах. Нередки случаи наездов на детей, неожиданно выбежавших на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства с детских игровых площадок и с дворовых территорий. В связи с данным обстоятельством необходимо провести дополнительные беседы с учащимися образовательных учреждений, а также с их родителями на родительских собраниях, где особое внимание уделить правильности перехода проезжей части, отметил Владимир Клименко. Также он сообщил о том, что в целях профилактики ДТП с участием несовершеннолетних необходимо ежемесячно проводить работу в учебных заведениях города. При этом особое внимание уделить школе номер три в связи с наибольшим количеством пострадавших детей учеников данной школы. Сотрудники управления образования, как и замы по безопасности, выносят информацию отсюда. Мы дополнительно передаем информацию по школам и как педагогический состав. Здесь большая работа, мы считаем, педагогического состава тем, что мы за этот год по именно городу Лобни не имеем ни одного происшествия с участием детей. В завершении круглого стола Владимир Клименко ответил на вопросы собравшихся.